Саша Стоун намекнул, что хочет жениться и создать семью. Егор Крид оказался прав про проблемы Заира. Аккаунт Инстасамки заблокировали, а Карнавал рассказал правду про свой уход из хайпхауса. Всем привет! Это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Появилась первая статистика последствий блокировки Инстаграма в России. В целом в соцсеть перестала заходить всего на 14% меньше пользователей, чем раньше. А поиграл от всей ситуации Телеграм, в котором за неделю зарегистрировалось 14 миллионов человек. С Инстой ещё заметили такую вещь, что она периодически работает даже без ВПНа. Хотя проявляется это не у всех пользователей, я лично без него зайти не могу. Пошла также странная тенденция на блокировке крупных аккаунтов русскоязычных блогеров. Вслед за Бузовой страничку потеряла Инстасамка. Причины снова неизвестны, так как Даша несколько дней ничего туда не выкладывала. Ну и можете уже писать в комментарии шутки, что Инстасамке пора менять ник на просто самку. Столкнуться с блокировкой пришлось и Ане Хоходи от кино в ТикТоке. Проснувшись, она обнаружила уведомление, что её аккаунт больше недоступен. Алгоритмам не понравилась на одном из совместных видосов открытый живот у Оли Шелби. А не такое поведение соцсети в отношении неё непонятно. Она даже привела пример других своих коллег, в том числе Дину Саеву, которая спокойно танцует в купальнике вместе с сестрой. Даша Дошик тем временем поняла, что ВК-клипы могут спокойно прийти на замену ТикТоку. Девушка начала регулярно заливать туда ролики, и один из них залетел на 10 миллионов просмотров. Но такой пример у неё пока что единственный, остальные видосы еле перешагивают отметку в 100-200 тысяч просмотров. Если вспомнить Луна Ком год назад, когда она ещё находилась в отношениях с Ладом, в целом её состояние с первого взгляда выглядело счастливым. Но с момента их расставания она всё чаще рассказывает, сколько бывшей дел ей запретов на общение с противоположным полом. Из-за чего Лина банально не могла завести друзей и полезные знакомства. Сейчас же ситуация поменялась в корне, у молодой тиктокерши появилась хорошая компания. Люди, из которой при очередном переезде сильно помогли ей решить все бытовые проблемы без какой-либо выгоды для себя. То, о чём я тебе всегда говорила, о том, что я мечтаю, чтобы у меня были друзья, у меня появились. Я всегда делала всё, чтобы меня хотя бы просто похвалили, а тут ребята заботятся обо мне. Реально важно, как у меня дела, где они, меня зовут в кино. Но гуляем вместе, мы даже живём рядом, мы всё делаем вместе, и это так необычно. Слава Мерлоу, как и многие другие популярные российские звёзды, оказался в Дубае. Первая мысль, которая возникает у многих, но он решил покинуть страну. Либо временно туда перебрался, чтобы переждать текущие сложности. Об этом рэпер прочёл в комментариях и в директе, после чего пояснил, что его визит в Эмираты связан лишь с творческими целями. У меня в России студия, дом, семья, я никуда не эмигрирую. Я приехал пописать музыки. Тут сейчас огромное количество русских артистов и моих друзей, рассказал Слава. Если вы помните, то в самый разгар прошлогоднего летнего конфликта Вали, Карнавал и Крида, Егор вкидывал информацию про проблему успешного продюсера-бандитки. Твой тип залез в долги, и теперь моим знакомым предлагает за копейки купить ваш домик вместе с блогерами. Тогда Заир и все остальные назвали информацию бредом и выдумками Крида. Но, как оказалось, он был почти полностью прав. Заир действительно на тот момент взял несколько кредитов. Второй тикток-дом Full House начал проваливаться и забрал с собой кучу денег из его личных средств. И чтобы хотя бы оплатить зарплату сотрудникам, продюсеру пришлось занять денег у банка. В прошлом году я там вот открыл Full House, если слышали, я там обжегся очень сильно. И в августе, чтобы выплатить зарплату, я вообще взял кредит. Выплатить мне там не хватало на два месяца зарплаты. Вот, я брал кредит, чтобы выплатить двухмесячную зарплату ребятам. Вале Карнавал надоело постоянно видеть в своей ленте сухи, что она якобы ушла из хайп-хауса. А фактами этому приводили отсутствие совместных роликов с остальными участниками. Девушка рассказала, что с хайп-хаусом она неделима и останется еще надолго. А сейчас просто сняла отдельный дом, чтобы перевезти родителей в Москву. Я расширила свою площадь, я сняла себе отдельный большой дом. Просто потому, что я хочу, чтобы ко мне переехала моя семья. Вот, совсем недавно я поняла о том, что не могу просто без родителей. И вот, я их скоро жду к себе. А так, все вообще нормально. Ребят, мы видимся, все нормально, никто не поссорился. То есть, хватит, пожалуйста, придумывать. Насчет же отношений Вали с Сашей Стоуном, картинка становится все прозрачнее. Ребята вчера провели совместный кулинарный вечер и приготовили шарлотку. А в процессе бандитка назвала Сашу любимым. Всех люблю, целую и обнимаю. Мне не дает. Если же судить по словам парня в остальных видосах, его настрой на эти отношения максимально серьезный. Хоть он еще молод, ему, кстати, не 57 лет, как выдает Гугл, а 22 года. Стоун уже настроен на построение семьи и почти каждое утро мотивирует себя вставать ради будущей жены. Мы поехали работать, развиваться и разносить, потому что будущая семья не за горами, а надо еще успеть построить дом, а надо свою любимую красавицу жену радовать и ни в чем не отказывать, поэтому надо работать. И даже несмотря на то, что сегодня воскресенье, 10 утра, хотелось поспать, но ничего. Вышла еще новая серия «Звезды в Африке». Наконец-то мы увидели там Аню Покров, которая сходу проявила себя настоящим бойцом и заработала несколько порций еды остальным ребятам. Я думаю, многие удивились, что ушло сразу двое участников, причем один по своей воле. А интриги и схемы, которые там начинают строить, становятся все интереснее. Не буду спойлерить, если вы еще не смогли посмотреть, залетайте в мой телеграм-канал. Серия уже загружена и ждет вас по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.